Психотронный оружие Психотронный оружие Мама была тоже в сильном раздражении Я девочка вбилась в истерике То есть вся семья практически была в страшном состоянии Непонятном То есть на то время было это непонятно Конечно, сейчас, когда уже я многое что узнала Из СМИ, из компьютера, из интернета, из книг Я поняла, что это было воздействие именно такого оружия Далее было хуже Уже переехав в другую квартиру Где-то с молодых лет, то есть с молодости Поступя в институт Началась очень сильная обработка То есть это напоминало травлю Шел голос с голову, как радиозвук В виде В виде оскорбления В виде какого-то внешнего раздражителя Что кто-то сказал, кто-то хлопнул дверью Лишние посторонние звуки Шумы Которые, естественно, действовали на психику и на мозг Вызывая такие негативные реакции И человек начинает пугаться Когда не знает, что происходит с ним Съюживается Ведет себя уже более сдержанно Не может спокойно учиться, работать Несмотря на это, я закончила институт Институт закончила я неплохо, с отличием И была распределена в научно-исследовательский институт На Арбате, в центре Москвы Но учиться, к сожалению, я там тоже не смогла Так как продолжалось мое Надо мной вот это все воздействие и обработка Обработка еще больше даже усилилась Потому как Было воздействие И не только на голову То есть это вводили в измененное состояние сознания Соответственно, была Реальность была подменена иллюзией То есть мир воспринимала я уже не так, как он на самом деле есть И приехав в институт в это научно-исследовательский Для меня была создана такая обстановка Как бы меня там не хотят видеть Хотя я еще и там и не работала Поэтому я опять-таки испугавшись всего этого И не зная, что происходит Решила вообще уехать из Москвы Я вышла замуж за военного И мы служили в Забайкалье В ракетных войсках На протяжении 9 лет Но несмотря на это, что мы были за тысячи километров от города Москвы Обработка мое Надо мной воздействие продолжалась Причем продолжалась настолько сильно Что я помню такие моменты Когда я абсолютно превращалась в растение Муж приходил с работы, голодный Он много работал То есть там работа была очень тяжелая Это служба, это непросто Район северный, холода Морозы достигали до минус 50 градусов С питанием было плохо, с продуктом плохо На руках маленький ребенок Жили в коммуналке Комната была где-то, наверное, метров 6 Около 6 квадратных метров И все вот эти сложности И мало того, что еще Шло на сознание Вот это вот воздействие Такого чудовищного оружия Когда ты не понимаешь И воспринимаешь Чужие мысли за свои И постоянно находилась на грани Самоубийства То есть постоянно Мозг был в стрессовом состоянии И хотя муж меня любил Дома был ребенок Молодая семья Казалось бы, жить и радоваться Несмотря на это Меня практически доводили Раз сто до суицида И я практически уже была готова Уйти из жизни Даже делали такие вещи Что у меня на щеке С обратной стороны На левой щеке Внутри полости рта Есть рубец Я так думаю, что это рубец Получен от лазерного оружия И так как они Воздействуют на мозг Они, видимо, отключают Те части мозга Которые Которые отвечают Которые Воспринимают боль Вот эти вот рецепторы И, соответственно, ты боли вроде не чувствуешь А надрез есть И рубец есть То есть, видимо, надрез И надрез практически от угла рта До До уха Это внутри Вот Часто, значит, были такие Вещи Когда Сильная шла вибрация Сильная вибрация в области Рта Глаз Глаза дергались То есть Невозможно было Все вот это взять С себя в руки Ну, а самое главное Что Также это шло И На органы На сердце На почки Очень пострадали На почечники И почки Так как работают На гипофиз Вернее Но здесь При этом страдает Вся система Центральный Центральный Нервный ЦНС Вегетососудистая Расстроенная Эндокринная Система На данный момент Появились Хронические Такие заболевания Печень Почек Желудочная Железа Хотя Несмотря на На все это Несмотря на Какую-то жизнь Такую тяжелую Муж меня оберегал Всяких тяжестей Я не поднимала Тяжести Ничего И Физическая работа Не было трудной Тяжелой Несмотря на это У меня развились Такие серьезные Причем хронические Заболевания И непонятно откуда Ну соответственно Сейчас Когда я сделала Замеры На На затылке Головы В квартире В своей То Замеры показали Очень высокие Показатели Присутствие Электромагнитного Поля Ионизирующего Излучения И я так Предполагаю Что воздействие Продолжается То есть Практически Всю жизнь Идет Вот эта Вот Обработка Уже Не только Меня Но и семьи С мужем Мы уже Не живем Семью Естественно Нам разбили И Сделали Это При помощи Опять же Давления Такого То есть Доводили Практически Все время Была На грани Суицида И Решила Почему То Что Так сказать Я избавлюсь От всего Этого Уйдя От мужа Но я Не избавилась А Продолжается Обработка Дальше Причем Уже Совершенно В наглой В подъезд Привозятся Приборы Выгружаются Из машины При мне Все это Перетаскивается Я это Все вижу Люди Видят Население Видит И Все только Разводят Руками И никто Ничего Не может Сделать Все Обращения В поликлинику Есть у меня По карте Скачки Давления Скачки Давления Беспрестанно Пульс Учищается Жотко То есть Это В течение 15 минут Пульс Скачет Ну я не знаю С такой скоростью То есть Соответственно Наверное Здесь идет Еще инфракрасная Инфракрасная Обработка Излучением Вот Вот Записи Есть Из моего Дневника В частности Февраль 2010 Года 13 Февраля 2010 Года Вечером Сидя у компьютера Почувствовала Сильный удар Волной В голову В затылочную часть Весь день Было подавленное Состояние Тяжелая голова В глазах Как будто Песок насыпан 7 февраля У меня День рождения Также 6 февраля Суббота Тяжелое Моральное состояние Подавленность Сильная Раздражительность По телу Как бы бегают Мурашки По векам Ощущение Кулит Иголками Мелкие Сосуды Лопаются То есть Как бы По сосудам Было движение Такого Электрического Заряда Перехватывает Дыхание Ночью Судороги Ног Леденеют Руки И боли В отдельных Органах 15 февраля 2010 год Здесь Тоже Левая часть Спины Шеи Как будто Свело Пробовал Растирать Вены Ужасные Все распухли Нужно Срочно Ити Это К флебологу Куда Можно было Делать Заключение Ночь 20-21 февраля 2010 год Всю ночь Не спала Дергали Ужасно 22-23 февраля Была в гостях Проснулся Ровно По заказу Ровно В 9-0-0 Идет Радиозвук В голову 26-27 февраля Тяжелая голова Тяжело Думать Усталость Упадок сил Полный 1 марта В 1 марта Тоже Сильные боли Эмоционально Подавлено Тяжело Делать Ничего Невозможно 1-2 марта Тяжело Встаю Утром Идет Дочью Видимо Делали Воздействие Шло Скочеволны Встало Утром Память Не могла Вспомнить Что Что Задумала С вечера Находясь В Забайкале Вместе С мужем Это Воинских частях Стратегического Ракетных Стратегического Ракетных войска Стратегического Назначения А мы Где-то Находились Это Были Восьмидесятые Годы Шел Съем Информации Не только С моей Головы Я так Понимаю Потому что С моей Головой Работали По-своему Тоже Доводя До суицида Но и Над мужем Потому как У него Попеременно Вырастали Опухоли То На Лбу То За ухом И Происхождение Этих Опухолей Ни один врач Не мог Так сказать Объяснить А так как Войска были В то время Секретными И Непонятно Кому Понадобилось Снятие Информации С военнослужащих В те годы И как Ее могли Использовать И в каких Целях И в какие Разведки Могла попасть Эта ценная Информация Мало того Мы Отслужили Там 9 лет В дальнейшем Мужа переводят Другие войска Уже ближе К Московской Области Это Войска Связи Также Он занимает Очень важную роль Он Начальник Финансовой Службы И Все Финансирование Он владеет Всем Объемом знаний По финансированию Данных войск Также Видимо Проводилось Снятие Так как Мы Жили на служебной Квартире В этом Военном Городке И Частенько Слышали Как на верхнем Этаже Как будто Передвигали Или мебель Или Какую-то Аппаратуру Было слышно Как Падают Провода Слышимость Была Очень хорошая Неплохая Стены Знаете Сами Какие Тонкие И поэтому И постоянно И поэтому Несомненно Была уверена Что Кто-то Постоянно Присутствовал И следил Мало того Что я Разбирая Своих вещах Нашла Небольшую Такую Вещицу Скорее Всего Это Как бы Был Какой-то Передатчик Все-таки Вот Я его Не сохранила Правда Я Просто Не представляла Что Такие Вещи Могут Твориться И что Над людьми Военнослужащими Причем Занимающими Мало Важную Роль В армии Кто-то Пытается Заниматься Вот такими Вещами То есть Как снятие Информации И В подтверждении Этому То что На верхнем этаже Кто-то Находился Да Я узнала Что У соседки Проживает Какой-то Незнакомый Мужчина Это подтверждали Также соседи Якобы Временно Ну Временно Не временно Суициды У меня Продолжались То есть Такая Грань На грани Вернее Состояние На грани Суицида Продолжалось То есть Это Постоянно То мне Хотелось Перерезать Себе вены То Повеситься То Утопиться И Несмотря на то Что муж Меня Очень любил У нас Была Очень хорошая Крепкая Семья У нас Были Друзья У нас Было Двое Маленьких Детишек И Несмотря На это Я Находилась В таком Состоянии Это Было Очень Сложно Выдержать Вот Мало Что Делали Такие Вещи Провоцировали Конечно И скандалы И раздражения Даже Муж Какое-то Время Запил И У нас Постоянно Почему-то Очень часто Случались Аварии Автомобильные То есть Где-то Пять Аварий Было И одна из Аварий Это с Маленьким Ребенком Когда ему Было Всего Пять Лет Младшему Сыну Попал Серьезную Аварию И Чуть Было Машина Даже Не Загорелась Уцелели Но Ребенка Я Выхаживала Буквально Не знаю Было Было Очень Трудно Я Травматологии И Мы Два Месяца Провели Там С Ним Он Самый Маленький Пациент В палате В этом Институте Благо Там Помогли Врачи Потому Что Были Такие Скульчатые Серьезные Переломы Бедер Вот Ну Выходило Да Еще Я не сказала Самое Важное То Что Они Работали Так Что Даже Когда Я Находилась Беременной Эти Излучения Били По Мне Это Ощущало Я Дергалась Судороги Головные Боли То На Сердце Резкая Боль Сердце То В почке Тянущие Боли И Держали Меня Столько Что Как бы Они же Влияют Так же И На Сознание И На Эмоции И Ты Воспринимаешь Это Так Как будто Это Твое Состояние Нормально Как будто Это Твои Эмоции Твои Мысли И Меня Задержали Так Что Я Уехала В роддом Буквально За два часа Перед Родами Буквально То есть Они Меня Практически Дома Держали До Последнего Момента Я Не знаю Что там Было Уже С плодом То есть С ребенком Ну То есть Они Работали Так И То что Торсионные Генераторы Насколько Я сейчас Прочла Из книг Из диссертации Из диссертации И работ Кандыба Воздействуют На ДНК Человека А это Опасные Изменения В генах Которые Неизвестно Чем могут Вообще Так сказать Закончиться И как это Может В дальнейшем Повлиять На развитие Ребенка И Вообще Уже Состоявшегося Взрослого Человека На мозг Естественно Соответственно Центральная Нервственная Система Также Страдает То есть Как он Может быть Дальше Полноценной Жизни Если Изначально Плод Облучают То соответственно Я не знаю Ну хорошо Я в то время Этого не знала Может Меня только Это спасало Сейчас Уже Я все Это Осмыслила Поэтому Вам Все Это Рассказываю Родился Ребенок Он у меня Задыхался Первое Время Врачи Также Не могли Понять Ставили Аллергию То Аденоиды То Еще Что То В общем С развитием Даже Хотели Поставить Что Якобы У него Отставание В развитии Молд Но Я так Понимаю Сказалось То Что Работали Надо мной Надбеременные Поэтому Вот это Вот все На него Отразилось Слава Богу Сейчас Парень Вырос нормально Несмотря на это Я его воспитала В нужных Лучших традициях И У него Хорошая генетика Он отстоял Свою Вместо жизни Все нормально Но то Что У ребенка Также Была Привита В два Годика Ему было Два Годика Гнойный Мононуклеоз То есть Это когда Больше Возникает Белых тел В организме И повышено Содержание Лейкоцитов Серьезный Очень заболевание Но само по себе Так не возникнет Он у меня не ходил Ни в детский садик Ни в ясли Был дома И никто у нас Не страдал Этой болезнью И вдруг Внезапно Такая серьезная Болезнь Болезнь крови Можно сказать Уж не говоря О том Сколько там Было всяких Разных Мелких Заболеваний ОРЗ Там Пневмония И прочее И вот Такой Вот Такая Вот Вещь Такая Обстановка Можно сказать Когда Двое Маленьких Детей Я Буквально Тоже То Не Суицид То Измененное Состояние Сознания Какие-то Свои Проигрывали Спектакли Со знакомыми И все Прочими Иногда Даже Было такое Состояние Что Я пошла В магазин С ногами Было что-то Я не могла Идти Мама Работала На двух Работах Я даже Хотела Ей звонить Просить Чтобы она Привезла Самки Меня на санках Везла До дома Потому что Просто Я не могла Сдвинуться С места Такое Ощущение У меня Были Парализованы Мышцы Ног Вот Подстаюсь Как вкопанная И не могу Сдвинуться Я знаю Что у меня Двое Маленьких Детей Нужно Бежать Домой А я Не могу Ну Все Это Так сказать Детей Подняли Вроде Было Уже Было Так сказать Дальше Быть Работать Но Сейчас Все Продолжается Я считаю Что Работать В таком Состоянии Вообще Очень Затруднительно Потому что Сегодня Ты нормально Встала Завтра Ну А ночам Это Вообще У них Работа Самая Основная Когда Такими Бьют Излучение Когда Электрическое Электромагнитное Ионизирующее Инфракрасное У меня Есть Так сказать От Экостандарты Замеры С ними Да Да За которых Людей Их упекают Этого обратиться Никуда Сейчас Очень Много Идет Вопросов О том Что Значит Детей Сирот И Детей Из Неполноценных Семей Лишают Квартира Как Вы считаете Используется При этом Вот это Психотронное Оружие Я думаю Что Несомненно Используется Несомненно Потому Потому Что Слишком Много У нас Появилось Диспансер Пансионатов Сверху Донизу С пола До потолка Забито Все Картами Пациентов Такое Ощущение Что Мы Живем В стране Психически Ненормальных Людей Как Это Может Происходить А Сделать Наверное Просто Замеры В каждой Из Квартир Чтобы Убедиться Что Действительно Мы Живем В обстановке Где экология Нарушена Изначально И как Могут Люди Сохранять Своё Психическое Физическое Здоровье В такой Обстановке Это Невозможно И подтверждение Еще тому Как воздействует Это На эмоции Это Можно найти Во многих Работах На какой Частоте В каком Диапазоне Можно вызвать Тульную Эмоцию Тошноту Агрессию Страх Доведение До самоубийства Абсолютно Ясно Здесь Просто Даже Тоже Шизофрения Это Скорее всего Искусственная Болезнь Созданная Потому что Это возникает При Инфразвуке В 120 Децибел И специалист Прекрасно Знает То есть Можно убрать Ненужного Человека Используя Все это Вроде бы Невидимо Но зафиксировать То можно Но в то же Время Наше Заявление Я писала Заявление В генпрокуратуру В военную Прокуратуру Заявление Принимаются Да Но спускаются Вниз До УВД А участковый Начинает Так сказать Совершенно Вести По-иному Себя То есть Он Начинает Просто травить Собирать Заявление Соседей Якобы Я Здесь Не очень Так сказать Нормально Веду себя Неадекватно Все прочее То есть Рассмотрения Заявления Нет Никто Не выезжает Замеры Не делают Санэпидемстанции Не выезжает Люди Абсолютно Беззащитные Ирина Это вы считаете Что Все таки Геноцид народа Ведется Таким образом Ну я думаю Что да Потому что Это же Не лично У меня Мое заявление Заявлений Поступает Очень много Мало того Что много Большинство Населения Вообще Даже И не знают Об этом Они считают Что это Их настроение Что это Их эмоции Их мысли Их поступки Их жизнь В конце концов Они даже Наверное Не предполагают Что жизнь Им состряпали И судьбу Им состряпали Может быть Они не свои Вообще Судьбу Проживают Естественно Что Если мы Сделали Замеры И по трубам Показали Такие По превышению Электромагнитных И Ионизирующих Излучений Это идет По трубам То есть Это идет По всему Дому Не в частности В моей квартире Скажите Для чего Как Как вы считаете Для каких Целей Это делается Для того Чтобы Легче было Управлять Людьми Ну я думаю Что и для этого Тоже Чтобы Людьми Управлять И держать Их Так сказать Ну В том Состоянии Когда они Практически Только Чисто Себя Могут Обслужить То есть Заработать Себе Только Чисто Необходимо Жить Таким Примитивным Образом Покушать Сходить Куда-то Погулять Спать Все Так Чтобы Больше Того Они не знали То есть Держать их На определенном Уровне Не давая им Развиваться Не давая их Сознанию Развиться То есть Где-то Если они Держат Сознание На 15 Процентах Или меньше Даже То что Развит У нас Мозг И не дают Развития Придерживая Этой Аппаратурой Мозги И подавляя И волю И сознание Не дают Развиваться Соответственно Конечно Но я Считаю Что это И с тем Чтобы Так сказать И управлять И с тем Чтобы Искоренять Коренное Население Ну Еще что Можно Добавить Я считаю Что для Страны Это Конечно Для Вообще Для Нашей Страны Для нашей Нации Это Очень Большой Минус Если Не развивается Цивилизация То Она Просто Может Загнить Это Ведет К умиранию К уничтожению Чем Развитит Цивилизация Тем Выше Сказать Больше Мы можем Сделать Для страны Больше Создать Больше Возможности Раскрыться Любому Человеку Как Личности Зачем Подавлять Естественное И делать Из человека Что-то Такое Умалишенного Какого-то Какая На протяжении Всей жизни Из меня Выделывали Вот это Когда я Могла Принести Очень Большую Пользу Нашей Стране У меня Были Проекты Интересные Проекты Работать Не дали Армия Разрушена Кому Кому Это Принесли Так сказать Прибыли Нашей Стране Вряд ли Наша Страна Только Пострадала От этого То есть Вы считаете Что это Оружие Принесло Не пользу Разработка Этого Оружия Дала Не пользу Нашей Стране А только Все Наоборот То есть Был Уничтожен Народ Мыслящий И Была Разрушена Армия Ну И Другие Соответствующие Слова Естественно Конечно Как Как Он могло Принести Что-то Хорошее Разработка Только Принесла Во вред Я не знаю Может быть Они там Хотели Что-то Для развития Нации Но Получилось Все С ровным С ровным Счетом Наоборот Промышленность Разрушена Сельское Хозяйство Уничтожено Армия Вся Уничтожена Люди Мечутся Без работы Ну Какое Развитие О каком Развитии Это Может Речь О Какой Цивилизации Дальнейшей Куда Мы Идем Нужно Задуматься Уже Давно Нужно Было Задуматься Когда Они Еще Создавали Все Это А Нужно Либо Это И Нужно Либо Издеваться Так Над Людьми Ирина А Как Вы Считаете Кто Задавал Программу Брать Каких Определенных Людей Под Опыты Ну Я Затрудняюсь Конечно Сказать На этот Вопрос Ответить Ну Я Думаю Спецслужбы Приложили К этому Руку Несомненно Думаю Так Конечно Вопрос Очень Служный Кто Был Заинтересован Во Всем Этому Больше Всего Спецслужбы Или Кто Еще Выше Кто Заплатил Может Кто Заплатил Спецслужбам Да Все Может Кому Было Выгодно Разрушить До Основания Нашу Страну И Превратить Людей Превращать В Идиотов Действовать Таким Оружием Это Не Не Только Моя История История Моей Семьи Я Я Думаю Что Это История Наш Страны Взять Любую Семью Я Думаю Что Они Также Если Проанализируют Поймут Вообще Откуда Что Почему Они Болели Такими Болезнями Почему У них Случались Какие-то Несчастья Может Стоит Задуматься Всем Всему Вселенную Как дальше Нам жить Нужно Бороться Конечно Чтобы Зла Не было И Положить Конец Распространению И разработкам Этого Оружия Как вы Считаете Оно должно Быть Запрещено Однозначно Нужно Вести Законы Которые Вообще-то Функционировали И работали Они просто Были Написаны Одно Дело Написано Другое Дело Когда мы Приходим И подаем Заявление А заявление Просто-напросто Или не принимают Или начинают Заниматься Писаниной Описками То бишь Получили Отправили И так далее Действия Никакого Значит Другим Оружием Ножом Нож Это Оружие Пистолет Это Оружие А Электромагнитное Излучение Это Не Оружие И Оказывается Так Миф Ну сколько Можно из нас Делать Дураков 21 век Пора Понять Что Это Очень Опасно И К тому же Чудовищное Оружие Закон Обязательно Нужно Вносить Или поправку Более Действующую Или Новый закон Разработать О запрещении Иначе Будет Продолжаться И Даже Не знаю То Что Продолжаться А может Быть Вылиться В такие Формы Что Даже Страшно Подумать Что Может Быть Оружие Оружие Продолжение следует...